Если политики еще соблюдают нормы приличия и даже рассерженные европейцы стараются избегать грубых слов в телеинтервью, то в интернете никто не сдерживается в выражениях по поводу греческой драмы. Хэштег Грэгзит. Судя по комментариям в социальных сетях, греческий кризис – это цирк. В начале недели интернет-сообщество развлекал теперь уже бывший министр финансов Янис Варуфакис. Соцсети обошла его фотографию на мотоцикле сразу после отстранения от работы в Кабмине. Аналогии напрашиваются. Экс-министр финансов газует на мотоцикле. Сам в шлеме пассажир нет. Символично, не так ли? Отмечает издание The Atlantic. Варуфакиса уволили в понедельник и моментально нашли замену. Так быстро глав Минфинов не назначают, считают ведущий аналитик авторитетного интернет-издания Mashable. Только Греция могла найти министра экономики за шесть часов. Что поделаешь, четверть страны без работы, они могли назначить кого угодно. Кем угодно оказался политик по имени Эвклид Циколотас. Он не ездит на мотоциклах и всегда придерживается этикета. Кроме того, Циколотас – соратник премьер-министра Ципроса. Эвклидом не обойдешься. Срочно нужен Димас Фен, пишет обозреватель RTVI Мария Гордон. Греки должны разъяснить Брюсселю, как они собираются выбраться из темного угла, в который сами себя загнали. Греческая безработица самая высокая в Европе и хуже, чем в США во время Великой депрессии. Греческая рецессия хуже Великой депрессии без каких-либо признаков улучшения. Впрочем, ситуация не такая однозначная, как может показаться со стороны. Это не просто кризис капиталистической экономики в отдельно взятой стране, пишет издание Business Insider. Факт дня. В Германии больше процентов людей работает в государственном секторе, чем в Греции. Да, но при трехтриллионном ВВП и эффективной экономике они могут себе это позволить. Так что вы сравнивайте яблоки и апельсины. Возражают на соседнем с Грецией Кипре. Хитом глобальной паутины стало эмоциональное выступление лидера либералов Европарламента Ги Верховстата. Бывшему премьер-министру Бельгии не хватило 140 символов, которыми ограничен Твиттер, чтобы выразить все, что накипело. Он приглашает своих читателей в Фейсбук, где его обращение к греческому премьеру уже собрало 80 тысяч лайков. Я зол, очень зол. Вы постоянно говорите о каких-то реформах. Но мы еще не видели ни одного конкретного предложения. Мы, как во сне, движемся к выходу из еврозоны. 80% греков хотят остаться в Европе. Покажите им, что вы лидер, а не лже-пророк, прокричал Верховстат, стирая улыбку с лица Ципроса. Греческий премьер в ответ буквально наводнил интернет своими твитами. Его читателям даже показалось, что аккаунт взломан. Эксперимент с жесткой экономией провалился, пишет Ципрос. Но я не из тех, кто обвиняет во всех наших бедах иностранцев. У нас есть конкретное предложение. И это предложение устроит всех. Наши инициативы по реструктуризации нашего долга не обременят европейских налогоплательщиков. Пообещал греческий лидер. Опять демагогия, с сожалению, отметили в европейских столицах. Обалдеть! Вы можете реструктурировать долг, не затронув интересы кредиторов. Здорово! Это финансовая алхимия. Ждем деталей. От Ципроса ждем конкретики, заявил в своем микроблоге председатель ЕС Дональд Туск. Реалистичное предложение от Афин должно быть подтверждено реалистичными предложениями кредиторов по стабилизации долга. Нам нужна беспроигрышная ситуация. Беспроигрышная ситуация – это когда и волки сыты, и овцы целы. Но кто здесь волк, а кто овца? У Меркель нет выхода. Греция уже победила, пишет CNN. Канцлер ФРГ не может допустить Грекзита. Греция останется на карте Европы и при любом раскладе будет иметь доступ к многомиллиардным денежным потокам Евросоюза. И это уже не смешно. Найдут ли Афины выход из этого экономического лабиринта? Или в конце туннеля их ждет Минотавр? Что спасет Грецию, как по-вашему? Что может спасти Грецию, не знаю. Пусть соблюдают дисциплину. Прежде всего, бюджетную дисциплину. Мне это кажется единственным правильным выходом. Даже не знаю. Первым делом надо снизить цены. Государство слишком много уделяло внимания социальной сфере, не особо задумываясь о бюджетных последствиях. Мне кажется, грекам просто стоит сократить расходы и осознать, в какой ситуации они оказались. Я думаю, что им не нужно выходить из еврозоны. И в этом деле им нужна поддержка. Но это достаточно проблематично. Мне кажется, что Европа очень много требует от Греции. Я из Аргентины, и мы в свое время переживали нечто подобное. Я очень сочувствую им. Наверное, ничего не спасет уже. Брать, не брать, все равно деньги уходят, как в колодец. Поэтому нам нужно самим отрабатывать, реформы делать экономически, а не брать деньги и рассчитывать на кого-то. Пока будут рассчитывать на кого-то, никогда не будет реформы. Лучше бы они нас спасали и нам помогли. Столько, сколько они не исполняют требований, которые выдвигает Евросоюз, мне кажется, это не уважение к этой институции. Деньги за декларированные 220 миллиардов помощи и требований в отношении этой страны еврозоны ничего же не сделано. По моему мнению, это некорректно. Что их не надо спасать, сами справятся. Они, говорят, провели, все нормально восстановили. У них нет кризиса. Это в Европе кризис. Я думаю, что самостоятельность ее спасет. Но она должна поднять свою экономику, наверное, а не притягивать капитал чужих стран. Россия, да? Морально, духовно поддержать, может, даже и каким-то рублем. Тем более, вот, БРИКС, это, значит, могут помочь. Возьмем еще один тайм-аут, после которого техно-чудо на грибах – американские изобретения. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!